Правила техосмотра могут стать строже. МВД предлагает оставлять без диагностической карты автомобили, у которых не совпадают номера кузова, рамы, шасси и двигателя. Собрать машину и перебить номера станет практически невозможно. А нарушителям грозит наказание вплоть до уголовного. Для чего это делается? И станет ли безопаснее на дорогах? Наш корреспондент Елена Ерофеева проверила на себе, насколько легко сейчас обойти любые нормы. Это не сервис, не мастерская. Встречу с агентом нам назначают в торговом центре. Техосмотр здесь не проходит, его покупают. То есть ни на какую станцию техобслуживания нам ехать не надо? Нет, все делается сейчас, 5 минут буквально. Девушка берет документы и не глядя распечатывает диагностическую карту. Утверждает, данные уже внесены в базу ГИВДД и берет с нас 1000 рублей. Здесь даже есть, конечно же, подделанная подпись некоего технического эксперта Владимира Стаскова, которого, как вы видите, здесь нет, он здесь не присутствует. И документ этот был продан на совершенно другое лицо. Чужие права, машина чужая, которая осталась на другом конце Москвы, зато есть пройденный техосмотр. Откуда у вас доступ к базе данных ГИВДД? Скажите, пожалуйста. Я не буду ни на что отвечать. Вы же даже не видели машину эту. Как вы могли выдать мне вот эту липовую бумажку? В это время приходит еще один покупатель карты техосмотра. Вы доверяете такой бумаге? Я думал, как бы здесь делают. Нет, здесь продают бумажки 990 рублей. Продавец липовых диагностических карт вызывает начальство. Когда в офисе появляется Владислав, он главный от неожиданности теряется. Нам продали вашей фирме вот эту бумажку. Как вы можете это объяснить? Никак не могу объяснить. Бумажку создать? Ну что, молодой человек, бумажку отправить. Я к ней заплатил и деньги. Новый порядок техосмотра действует еще с прошлого года. Но его все время пытаются довести до ума. ТО теперь должны снимать на видео, а диагностическую карту оформлять в электронном виде. Невозможно будет пройти, так скажем, заплатив. Поэтому я думаю, что машины с очень плохого технического состояния, вида, не пройдут. Они исчезнут. Еще необходимо сверять номера на кузове, раме автомобиля, кабине и шасси. Автомобили с ржавыми или перебитыми номерами пройти техосмотр не смогут. В случае несоответствия идентификационной маркировки транспортного средства регистрационным данным операторам будет производиться соответствующая запись в диагностическую карту в единой информационной системе. Это позволит выявлять криминальные машины или автоконструкторы, собранные из запчастей. Каждый год в России угоняют больше 20 тысяч автомобилей. Вот в таких подпольных мастерских их разбирают, срезают те самые ВИН-номера и набивают новые. После отправляют на продажу. Кузов без документов, да, получается? Я купил не кузов, я купил остатки кузова. Автоэксперты критически отнеслись к этим предложениям. Обычно угнанные автомобили в официальные сервисы не загоняют. Их владельцы как раз и пользуются услугами левых контор, которые торгуют диагностическими картами. Если автомобиль такой приедет сегодня на технический осмотр, мы увидим, что он не соответствует сегодняшним требованиям. Он технический осмотр не пройдет в любом случае. Раньше при ТО присутствовал сотрудник ГИБДД. Если выявляли криминальный автомобиль, вызывали следователей. Но когда техосмотр передали в частные руки страховых компаний, беспредела стало больше. Теперь, чтобы навести порядок, достаточно убрать с рынка торговцев нелегальными диагностическими картами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...